Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и все-все-все! Bonjour, tout le monde! Меня зовут Анжела, я рассказываю о моей новой жизни во Франции и немножко обо всём на свете. Оставайтесь со мной! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о силе привычки. Как часто вы задумываетесь над тем, как мы живём? Мы живём, как мы хотим, как нам нравится, или мы живём так, как мы уже привыкли жить? Если мы живём, как мы привыкли, а не так, как мы хотим, это хорошо или плохо? Потому что привычка — это ведь вторая натура. И если мы продолжаем свой жизненный путь по привычке так, как мы привыкли, иногда это, может быть, нам не совсем нравится, но всё-таки это наша зона комфорта. Нам там хорошо привычно. Первый раз я задумалась о силе привычки, о том, как это важно и что это за мощь, когда моему ребёнку был годик или где-то год с половиной. Тогда у нас только-только запустили первые мыльные оперы, кто помнит. Первой мыльной оперой, если я не ошибаюсь, был сериал «Рабыня Изаура». А потом, вторым, третьим, четвёртым, был сериал «Просто Мария». И вот в «Просто Мария» была такая очень приятная мелодия в начале каждой серии. Я смотрела этот сериал, сидела дома с ребёнком, не работала, и иногда один-два раза в неделю я смотрела этот сериал. Я могла пропустить и 5, и 10, и 15 серий. В принципе, там особо ничего не менялось. Возвращаешься и как будто ты только вчера смотрел последнюю серию. И я заметила, что по прошествии некоторого времени мой ребёнок, как только звучат первые ноты этой мелодии, тут же бросает всё. И где бы она ни была, в комнате, в кухне, в ванной, она бежит и прыгает в кресло перед телевизором, делает вот такие глаза и не двигается, пока эта мелодия не заканчивается. Сначала это меня удивило, а потом я поняла, в чём дело. Она привыкла к этой мелодии. А так как она привыкла к этой мелодии, она ей нравилась, потому что я тогда поняла две вещи. Первое, что детям нравится. Дети легко принимают что-то, к чему они привыкли. И вторая вещь, которую я поняла. Мы, взрослые, тоже бессильны перед привычкой. Мы привыкаем к тому, что нам нравится. Логично, да? У меня тоже была плохая привычка смотреть сериал «Просто Мария». И я понимала, что это ни о чём, что этот сериал не предоставляет никакой художественной ценности. Но я втянулась. Жизнь продолжается. Дети растут. Взрослые мудреют. Ну, некоторые, не все, да. И со временем я поняла, что человек такое существо, что он привыкает не только к хорошему, к плохому он тоже привыкает. Причём к плохому он может привыкать против своей воли. Этот канал я веду много лет. Я делала видео редко и только для себя, когда мне это нравилось. И где-то вот месяц тому назад, может, чуть больше, я решила взяться за канал. Видео для меня – это тоже хобби, так же, как пермакультура. И я решила заняться Ютубом. Я делала видео 4 где-то раза в неделю. Иногда 3. Но 3-4 раза в неделю – это достаточно часто. Как я готовилась к этим видео. Я думала, о чём я буду снимать. Я выбирала кадр, где я буду снимать. Я на велосипеде, пешком, с треногой, со всеми делами, моталась всё вокруг по полям, чтобы найти красивое, хорошее место, чтобы снять это видео, которое подойдёт к моей теме. Я репетировала текст. Я перед зеркалом иногда репетировала. Иногда я репетировала текст по 2-3 раза. И у меня не то, чтобы много новых подписчиков, не то, чтобы много просмотров. Наоборот, просмотры упали. Я так поняла, что моим друзьям, которые смотрели мои прошлые видео, редкие видео. Эта моя активность на Ютубе просто надоела, и они просто конкретно перестали меня смотреть. Хотя я говорила, друзья, я нуждаюсь в вашей поддержке. Смотрите меня, пишите мне комментарии. Да, есть такие люди, которые... Вы знаете, они даже если не понимают моё видео, если оно на другом языке, да, они всё равно его смотрят, лайкают и пишут комментарии. Просто этим людям я настолько благодарна. Но хочу сказать, что не было сюрпризов. Я получила вот этот позитив, вот это тепло душевное я получила от тех людей, от которых я и ожидала. В них я как раз не сомневалась. С этими новыми видео я могу рассчитывать только на несколько моих старых друзей и на новых подписчиков. Я снимаю с удовольствием мои видео. И мне очень бы хотелось, чтобы вы получали удовольствие от их просмотра. Для каждого человека, который что-то делает, очень важно видеть результат своего труда. Результат моих видео – это новые подписчики, это комментарии. И вот в этот период, когда я делала эти мои видео, когда я так трудилась в поте лица и с монтажом, да у меня, вы знаете, чтобы делать одно видео, иногда уходило два дня. На одно видео где-то в 11 минут у меня уходило два дня. А параллельно я, конечно же, наблюдала за другими каналами и за тем, что вообще делается на Ютубе. В начале я очень удивлялась, что видео, сейчас по 15, по 25, по 30 минут, вот такие видео не очень хорошего качества, когда, знаете, тот, кто делает это видео, ну, сидит где-то так и просто говорит ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тема их мне тоже как-то неинтересная, но ладно, ладно. И вот эти видео собирают тысячи, тысячи просмотров. И у этих каналов десятки тысяч подписчиков. И я не могла понять, да что же это такое, ну как так? Ну не может быть в этом мире столько людей, которые не понимают, что эти видео неинтересные. Почему тогда они смотрят эти видео? Сначала я думала, что, ну, наверное, да, наверное, все-таки, да, похожие люди ищут похожих даже в интернете. И вот кто смотрит этих ютуберов, они такие же. Потом я поняла, что не всегда это так. Я заметила, что очень большое количество зрителей этих каналов приходит на эти каналы только для того, чтобы поиздеваться над этим человеком, который сделал это видео. Сделать больно человеку. А я подумала, ну, хорошо. Получается, что вот это мое открытие, оно еще хуже прежнего. Получается, что мы живем в очень жестоком мире. А еще я заметила, что в связи с этой страшной заразой, болезнью, мы все стали какими-то агрессивными. Какая-то совершенно беспочвенная агрессия. Если мы готовы вот так вот унизить человека, который вообще нам ничего не сделал, которого по большому счету мы вообще даже не знаем. Вот как это объяснить? Стоп, сказала я себе. И те, которые нашли на этих каналах себя, и которым это нравится. И те, которые приходят только чтобы подколоть автора канала. Это же не весь контингент. Десятки, тысяч подписчиков, тысячи просмотров. Значит, есть и те люди, которые просто, ну просто смотрят. Им это нравится. И я поняла, что многие из этих людей, скорее всего, просто уже привыкают к этим авторам и к этим каналам. И даже если, вот скажем, автор вышел на каком-то скандале, а потом у него канал стал неинтересным. Или если автор там худел на сто килограммов, а потом похудел и больше ничего интересного не происходит. Вот в этот период, пока у одного происходил скандал, а у другой происходило похудение, в этот период люди втянулись. Им была интересна эта тема. Они втянулись, они привыкли. И потом, когда канал стал вообще ни о чем, они все равно остались на этих каналах, потому что им кажется, что им это нравится. А на самом деле они просто привыкли. То есть мы привыкаем к хорошему, и это прекрасно. Но бывает так, что мы начинаем что-то такое смотреть или что-то делать, что как-то вот нам вроде интересно, но не очень нравится. И мы смотрим день, два, три, четыре, а потом так привыкаем к этому, что мы уже без этого не можем. И мы продолжаем это смотреть. Сила привычки, она такая. Вот как вы думаете, из ваших, в ваших привычках есть что-нибудь такое, от чего вы хотели бы избавиться. Спасибо, что были со мной. Подпишитесь на мой канал, потому что я люблю моих подписчиков. Пишите комментарии, потому что это наша с вами обратная связь. нажимайте на колокольчик, чтобы узнать первыми о моих новых видео. Будьте здоровыми и счастливыми. До новых встреч. Au revoir. À bientôt, mes amis. Субтитры сделал DimaTorzok